Дениха, благословитесь на это, поговорите. Я не знал, его здесь был один, он жил тем, что по реке плывут бревна, когда он их багром вытаскивал. Один пилил, дед. И только просфор в воскресенье съест, и в следующей неделе опять просфору. Вот как Господь делает, какую силу дает. Ну, конечно, я понял, у меня раньше такого не было, знаете, я уже на первый день начал сухарики грызть. А тут вот благодаря вашим молитвам и всего, я смотрю, Господь мне в легкую дает, я во второй день не пью, так же не ем ничего. Ну ладно, это, ладно, делать тайно, чтобы не знали. Раз, а потом делать поклоны. 16 земных поклонов всегда. А сегодня отменили как, 3 поклона и все. Ну, четвертый там. 16 полных земных поклонов. Господи, Владыка, вот на эту молитву так. И прямо сирена. Владыка, 15 поклоны делал. Да. Так, чтобы голова, колени коснулись земли. Руки. Ну, это только молитва. А так-то по целой ты можешь, вот, 100 поклонов. Протопопа вакуум делал тысячу или даже до трех тысяч земных поклонов. Сатана боится этого. Надо делать все разумно, сколько тебе Бог позволяет. Спаси Христос. Аллилуйя. Аллилуйя. Дарья, ты меня слышишь? Да. Ну, я там еще маленько дописал одну строчку-то. Хорошо все, слава Богу. Благодарю, что Господь тебе такие силы дает и радость, и все. Наполнился, став благодарением за все. Никогда ни на кого не обижайся. А только славь Богу. Все. У других хуже, у других где-то там, где-то умираю с голода, а у меня все есть. Аллилуйя. Спаси Христос. Аллилуйя. Ты можешь все. Это у тебя мысли такие добрые. Дал тебе Господь со старым покончить. Это сегодня просто нужно, необходимо. Вот сейчас все стонут, ну, которые там враги, что такой-то навал, фамилия его на корень берется, навал. Это первая книга царств, 25, 25 глава, 25 стих. Нужно Бога благодарить, что Бог убрал его. Благодарить. Миллионы людей кровью умылись бы, если он был дальше. Мы каждый день молились, Господи, откроем глаза, какая бездна перед ними. И Бог услышал опять молитву. А то начинает виноват тот, президент, то другое. Виноват только тот, кто тебя ввел туда. Жена еще там бубнит где-то. Надо двое или трое молиться. Прекратите это. Не мешайте Богу действовать, как он желает. Бог свел, и как будто никогда не было. А вот они, да его канонизировать будут. Где? В аду канонизировать. Смутьян, мятежник. Когда объявление отступники молился, Василий Великий-то. И он внезапно погиб. Он молился перед иконой Василия Великий, Меркурия. И рамка осталась, а его нету. А там налетел какой-то стражник, и копьем ударил в его. Он веру христианскую повернул к язычникам. Очень похож на Ульянова. И тут смотрит опять. В иконе стоит образ Меркурия, и с копья капает кровь. И голос. Мерзкое животное пало. Вот что мы, какая молитва им. Прямо. А не так, что я всех люблю, а всех заботиться. Нет. Господь посылает разум человеку. Иоанн Креститель крестит. Люди пришли креститься. Он говорит, змеи по рождению ехиднины. Кто внушил бежать от будущего гнева? У Бога другой. А когда мешал один там волк, апостол Павел говорит, ты сын дьявола, враг всякой правды. Да коли будешь соврещать прямых путей Господних? Навал именно такой. Враг всякой правды, сын дьявола. И надо Бога благодарить, что нас Бог в России пощадил. А оно уже рядом стояло. Вот так. И молиться надо за всех царей начальствующих. Чтобы еще мир Бог продлил, чтобы родные покаялись. Мы знаем, война будет. Война страшная. Но мы должны молиться, мира просить, не войны. Ну все пока, да? Я вроде вижу, что здесь Надежда Уткина. Да, Игнат Тихонович, я здесь. Ну спаси, Христос. Мы молимся уж. Только не пищалься. Благодари Бога. Нет, нет. Я в нормальном настроении. Да слава тебе Господи. Я бы даже могла и молиться выходить, но у меня кашель сильный. Дома. Вот у нас молитва говорит, начинаем петь по Москве в час. И Гладычок Елена дает прямой репортаж. А кроме того, я уже застал еще канон. На вторую и третью ступень благодарение канона Андрея Крисского и словословие. Считайте, там столько радости дается. Одни и те же 204 библейских события перевели. Потому что Андрей Киевский, когда писал, он писал в покаянном масштабе. Он произнес и подписал рукой своей анафему VI Вселенскому собору. А когда дошло до него, вот он тогда и написал. Это для оглашенных. А поэтому у нас мы, по милости Божьей, показали вторая часть. Это ну, надо просто иметь. Я уже скинул. Скинул здесь, вчера. И себе легко перекачать. То же самое. Те же события. Я в прошлом году его переписал. У меня он списанный на тетради. Весь ваш канон. Да. Это нам Бог открыл. Может, никогда в мире этого не было. Уже 1100 лет стоит на одном месте. И вдруг засияло, как молния пролетела. 1100 лет. Сердце наполнено благодарностью. Вторая ступенька. Третья ангельская. Словословие за все. И события, одни и те же библейские, которые мы не нарушили нисколько его канон. А только возвысили его, поставили на нужное место. Все, отхожу. Да, отец. Давай, а где отец Наум? Я тебя не вижу. А вон он где. Говори. Моя сеть наполнена тоже благодарностью за то, что ты прислал. Это когда был у нас, сказал первую проповедь. Да. И вот я так радовался. Да. Но ты у нас две проповеди сказал. Когда еще раз приезжал. Это уже была такая, значит, такая высокая женщина. Его сестра. Ее Лела зовут. Может, когда еще будет, так тоже будем очень рады. Спасибо, Господи. Так, ты от меня передай всем поклон. И скажи, чтобы в храме одевались не как здесь. А то лежу без рукавов, там стоят. Нет. Должны одеты прилично святым. Чтобы... Ты у нас, видишь, как люди одеты? Можешь взять пример? Ну, ты можешь все. Тебя послушают они. Да, я работаю над этим. Да. Все время. Да. Ну, я очень рад, что вспоминаете. Вспоминаю, что вот как были у вас. Вы нас на дорогу снабжали. Вообще чудесные времена были. Да. Ну, да. Ну, и это не забывается. Как ты четыре проповеди сказал. Русским, грузинам, осетинам и армянам. Это в один день я тогда, первый раз, когда было. На четырех языках переводчики были. Да. Они, значит, у нас в одном молитвенном доме тогда собирались, ну, вот, четыре народа. Да, да, да. А там, когда сказал проповедь, а там согнулся, так прошел, видимо, съемка шла. И говорит, я только объявлю собрание, а вы тогда все собрание и говорите. Так интересно. И как патриарх Илья нас принял. Фотография-то сохранилась. Да, это... Мы... Вот так. Ему сколько лет сейчас? Ну, ему за 80 лет, я уже точно не скажу, да, но он большой немощи. Но он участвует в богослужениях, и у него мудрость от Бога. Да. Вот когда такие вопросы политические, он всегда, приходя к нему, спрашивает совета. И даже наши руководители политики спрашивают. А как вы тогда гоняли у вас там этих стадомитов проклятых? Он же благословил ни слушать, ни принимать. А ты спросил меня, какие лозунги написать? А, да, 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 да. У нас до сегодняшнего дня, и даже в прошлом году, тоже был народ весь восстал против вот этих садомистов. Здесь было опять большое скопление народа, и там, значит, целые тысячи пришли в этот главный храм Святой Творцы. Да, и протестовали. Да. Но, к сожалению, значит, наши правители хотят войти там в Евросоюз, вот все эти, да. И они все время хотят это узаконить. Но народ сопротивляется. А вот президент Путин, Путина спрашивали, он запретил это делать. У нас, говорят, и так людей мало. Ну, я скажу такую кромольную вещь, Господи, прости меня, да. Но там много самих таких, много, к сожалению. Но так как они, значит, политика, и здесь хоть поддержать народ. Здесь, ну, вот, ну, чтобы народ избирал их, да, что мы вот за чистоту, за семью, за детей. Да. Да. Вот поэтому они, он так соглашается. А ты, Олега Басилашвили, знал? Да. Ну, кажется, я слышал, да. Я уже не помню. Он умер, вот, недели две назад. А, Басилашвили, да. Да. Ну, Царь Небесная. Да, 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 да. Он очень талантливый был, очень. Ну, не знаю, отношение его какое к вере было. Так, ну, очень талантливый. Ну, все тогда, а то мы людей задержим. С Богом. Да. Да, с Богом. Схрани вас всех, Господь. Так. Спасибо. Спасибо.